Музыка Во всех магазинах сегодня цветочный бум. Каждый мужчина торопится приобрести свежий красивый букет для своей любимой девушки или женщины, чтобы завтра порадовать ее и поздравить с 8 марта. Как выбирать цветок и как ухаживать за ними, чтобы они дольше радовали глаз, расскажем сегодня в программе. Трудно представить себе какой-либо праздник без цветов, особенно если это праздник весны, 8 марта. В этот день наши прекрасные женщины, мамы, сестры, дочери, жены, девушки получают поздравления, комплименты, подарки и, конечно же, цветы. При этом каждая представительница прекрасного пола уделяет большое внимание к качеству и по тексту подаренного букета, пытаясь угадать смысл сокрытой среди цветов. Поэтому при составлении букета еще от чего следует отталкиваться, так это от типа ваших взаимоотношений с девушкой или женщиной. Также обязательно стоит учитывать возраст виновницы торжества. Для любителей астрологии можно обратить внимание на знак зодиака. В крайнем случае довериться своей интуиции и мастерству флориста. Детский букет – это, конечно, все оттенки розового, белого, что-то очень миленькое, с добавлением каких-то аксессуаров, бабочки, божьей коровки, большое количество яркой упаковки. То есть это должен быть яркий, милый букетик. Для девушки должны быть цветы какие-то весенние, нежные, то есть розовые розы, либо белые розы, тюльпан розовый, либо сборный букет какой-то. Женщины, так же, как и мужской букет, достаточно таких горячих оттенков, то есть насыщенный желтый, насыщенный красный, зеленый сборный букет. Туда может входить хризантема, роза, бамбук. Тут еще очень важно знать предпочтение той дамы, которой предназначен этот букет. Помните, что 8 марта – это праздник женственности, нежности и утонченности. Поэтому и сами цветы должны соответствовать этим характеристикам. Выбирать цветы лучше всего нежных тонов и оттенков – белого, кремового, розового, голубого, желтого, синего или фиолетового. От красных гвоздиков стоит отказаться. Чтобы букет получился красивым, нужно правильно сочетать краски. Сочетание по цветовой гамме – это, конечно. Хорошо сочетаются теплые и холодные оттенки, то есть контраст. Можно сделать холодный оттенок – край, центр – теплый. Самое, в принципе, идеальное решение. И зелень – тюльпан роза. Сборный букет какой-то весенний с анимонами, с ирисами. Ну, то есть весна. Помимо этих цветов также популярны мимозы, примула, гиацинты, нарциссы, герберы, орхидеи. После того, как вы определились с видом цветка, нужно решить, сколько их будет в букете. Затем следует обратить внимание на их свежесть. Кстати сказать, закрытый бутон – это еще не показатель свежести цветка. Принеся его домой, он тоже может долго не простоять. Чтобы цветы дольше радовали глаз, есть несколько хитростей. Роза всегда приходит в рубашки, то есть при обработке розы мы снимаем рубашку, убираем шипы. Плотность букета, ой, плотность цветка, бутона. Бывает такое, что роза сама приходит, ну, не плотная, но она стоит долго. В зависимости, откуда цветок, Голландия или Эквадор. Эквадор стоит дольше всего. Голландский тюльпан самый стойкий. Голландский самый обычный, то есть не махровый. Чтобы хорошо цветок стоял, добавлять нужно либо аспиринчик, либо лед, ухаживать за цветком, либо химия. Не забывайте менять воду и подрезать цветы не менее, чем на один сантиметр. Делать это нужно каждый день. Вставить их далеко от цвета тоже не нужно. Соблюдая все эти советы, ваш букет будет радовать и согревать душу не один день. Дорогие мужчины, помните, что 8 марта нужно дарить женщинам не только цветы и подарки, но и хорошее настроение. Ведь что может быть прекрасней сияющих от счастья женских глаз? Для этого нужно совсем немного. Заботливое мужское внимание и цветы, подаленные от чистого сердца. От таких ярких весенних красок каждая женщина будет в восторге. Дорогие мужчины, радуйте их чаще, не только по праздникам. Увидимся на следующей неделе. Хороших вам выходных. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok